привет данное видео будет посвящено такой важной теме в моей работе и вообще видеопроизводстве для тех кто делает контент для motion дизайнеров тема под названием sound design что это такое и почему важно научиться применять это в профессиональной работе начнем с того что такое вообще sound design sound дизайн это процесс при котором вы сочетаете различные аудио фрагменты будь то просто звуки интершумы и фоновая музыка какой-то закадровый голос аудио эффекты все это смешиваете между собой склеиваете получаете новый аудио визуальный образ визуальный потому что вы зачитаете его с вашим конечно видео и сейчас сразу сходу я дам вам золотое правило которое вы должны научиться применять в ста процентах своей работы это правило исходит из законов анимации а именно любое действие на экране любая ваша графика любая выезжающая инфографическая плашечка все что угодно каждый графический элемент должен сопровождаться каким-то звуком на экране это нужно запомнить как дважды два как очень наш и применять буквально в ста процентах случаев потому что любой визуальный эффект будь он даже исполнен не на самом высоком уровне техническом но если у него есть какая-то подложка какая-то дополнительная аудио информация которая обогащает как бы контекст то этот эффект воспринимается намного более качественным и живым чем любой классный визуальный эффект но которого нет вот этой информации как будто отрезан да он пустой он ни о чем он не работает как это все выглядит на практике в бонусах к этому видео в описании есть ссылочка на архив на яндекс диске в котором я собрал папку с моими самыми любимыми на самом деле часто используемым буквально каждый день сэмплами различных звуков эта папка не огромная это не архив от bbc на 15 гигабайт там с тысячами тысячами звуков там шелеста листвы и тому подобное как показывает практика как это я замечаю на собственной работе и знаю по опыту у коллег такие звуки не применяются никогда этот архив 15 гигабайтный он будет лежать у вас мертвым грузом и вы 90 процентов оттуда ни разу в жизни не откроете не используйте такие небольшие паки которые я вам даю в бонусах к этому видео работают намного эффективнее потому что каждый звук я знаю что там в какой момент его нужно использовать как он звучит и применяю это на самом деле и сейчас на практике покажу как важен sound design и я собрал вот такую композицию это видео которое я недавно выложил на свой канал под названием ufo по-японски если по-английски это видео называется ufo ну nlo да это такая небольшая 25-секундная зарисовочка которая скорее нацелена на демонстрацию каких-то ну чуть-чуть операторских навыков и скорее какую-то техническую да это видео создавалось в рамках моего онлайн-курса по автор эффекту современный автор эффекту сейчас ученики его проходят и такое видео мы делали видео замечательно визуально мне нравится как оно получилось у него есть своя атмосфера есть своя история и как мы видим я создавал sound design весь sound design я делаю в premiere pro мне стало очень удобно на самом деле работать со звуком в premiere pro буквально в последних версиях 2019 версии там появились классные инструменты там доработали довели до ума микшера и в целом стало как-то приятно работать со звуком я применяю какие-то знания по sound design из какого-то своего пэкграунда я записывал музыку немножко как бы углублялся в эту тему у меня имеется какой-то определенный минимальный багаж знаний о звукорежиссуре там частотных диапазонах аквализации там стерео базе вот обо таких вещах и как-то я это все применяю в своей работе и вот такую сценку я собрал в premiere pro и давайте послушаем это же видео несколько раз сначала мы послушаем его просто с фоновой музыкой как она будет восприниматься визуально все классно до эффекты на своих местах есть музыка монтаж обратите внимание сделан на сильную долю под бит то есть каждые четыре такта у нас меняется картинка под музыку и как бы все классно да какие-то моменты видео я подчеркивал эквалайзером вот вы слышали сейчас момент с телефоном он такой более глуховатый по звуку но чего-то не хватает какая-то есть вот незаполненность какая-то пустота почему потому что мы выключили все аудио эффекты которые я сделал для этого видео и давайте послушаем это же видео только уже с выключенной музыкой и только с аудио эффектами обратите внимание что каждое движение в этом видео подчеркивается каким-то звуком эти звуки работают как переходы они склеивают между собой сцены они дополняют контекст и даже если мы отвлечемся от видео да мы в целом будем понимать что там происходит на фоне что я сделал я взял ту самую папку которую вам дарю в бонусах к этому видео взял из нее различные сэмплы которые между собой тематически никак не связаны это не какой-то тематический пак это просто разные звуки например вот вжух да который работает на переход камеры у нас отъезжает камера и вжух придает дополнительной динамики да когда момент когда наступаю на кнопку на асфальте происходит щелчок и когда появляется голограмма также происходит такой высокочастотный как бы скрип такой технический звук гличевый который также работает на атмосферу и расширяет как бы историю да потому что мерцающие синие штучки нам мало для того чтобы понять как бы ощутить на себе что это такое потому что это просто титр или что это звук нам дает контекст что это какая-то технологическая как минимум штука до электрическая вылетает тарелка понятно что звук не совсем естественный и он может быть даже не прям качественный это просто вжух который можно использовать куда угодно если у нас выезжает какой-то эффект да мы можем также использовать этот же самый вжух и он будет выполнять ту же самую функцию и когда мы теперь совместим вот эту аудио картину на фоне движения с нашей музыкой у нас получается уже вполне себе законченная цельная работа в которой все на своих местах то есть у нас есть музыка на которую легло видео монтаж по биту и вот здесь в конце обратите внимание когда появляются как бы титры до этого видео такие небольшие коротенькие и вот этот мой зарисовок лица который я использую в каждом своем видео для финала для концовки видео на когда появляются допустим а ссылки на другие видео вот здесь у меня появляется звук если обратить внимание на фоне кинопроектора я использую это в каждом видео это уже как бы часть данной графики я всегда использую этот звук с этой картинкой потому что это как часть моего стиля да при этом вам даже не обязательно самим качать эти звуки откуда-то вы можете создавать свои аудио сэмплы библиотеки сэмплов абсолютно самостоятельно как это работает есть у меня вот такое устройство это аудио рекордер это как порта студия то есть устройство переносное для звукозаписи где угодно достаточно высококачественная в нем есть вход для xlr микрофона для студийного микрофона вокального инструментального есть фантомное питание опять-таки есть свои уже два стерео микрофона вот таких замечательных конденсаторных вставляем флешку берем с собой питается от батареек от аккумуляторов от пауэрбанка едем куда угодно под мост в лес да и записываем звуки ходим записываем есть даже отдельная категория людей которые занимаются этим как профессии до разрабатывают эти самые аудио библиотеки аудио банки есть просто люди которые увлекаются этим как хобби они записывают разные звуки из этого можно делать даже музыку примеров на ютубе вы можете найти множество те же самые в жухи да вот эти всякие штуки вы можете записывать на свой микрофон можете записывать их даже на телефон только не надо дуть прямо в микрофон чтобы ваше дыхание не задувало записывайте себе сэмпла потом нарезайте на компьютере как-то и обрабатывайте теперь я хочу поделиться с вами небольшим наверное лайфхаком да многие об этой это не функция это просто как бы маленькая хитрость по повышению эффективности работы именно по склейке различных а допустим у вас интервью вы нарезаете человека который не очень красиво разговаривают у него много слов паразитов он запинается и вам нужно это так слепить чтобы речь его звучала максимально плавно и эффективно у меня такая практика была а мне приходилось резать таких людей и резать смысле не буквально резать да иначе бы я здесь не сидел хотя вот а именно резать их аудио дорожки так вот как мы можем видеть здесь на примере у меня много разных склеек между звуками и на каждом переходе у меня имеется вот такой маленький переходит буквально длиной в два кадра если мы посчитаем да для чего он служит если мы послушаем отдельно например эту дорожку мы слышим что склейка между всеми этими эффектами она практически незаметно но если мы эти самые переходы удалим слышите да происходит такой резкий как бы переход и щелчок так вот для того чтобы вот этих щелчков как бы микро щелчков не было и все наше видео цельно его аудио картина допустим фонового голоса закадрового слилась в одну цельную как бы не порезанную дорожку без вот этих стыков резких мы что можем сделать как мы можем видеть на аудио транзишенах у меня их всего три по умолчанию в премьере мой любимый этот кон вот этот constant power мы можем сделать любой транзишен по умолчанию а нажав правой кнопкой мыши и нажав кнопку единственную установить его аудио переходом по умолчанию в этом случае при использовании горячих клавиш для применения аудио перехода у нас будет применяться переход по умолчанию затем что я делаю не перехожу в пункт edit preferences и нахожу панель timeline мне нужно настройки таймлайна вот такая панелька у нас есть и здесь нас интересует вот этот пункт стандартная длительность аудио перехода соответственно я установил значение в два кадра по умолчанию для чего для того чтобы когда я комбинация горячих клавиш control плюс и и выбирал все мои имеющиеся аудио стыки вообще аудио файлы и использовал горячую клавишу control плюс shift плюс d где английская я применяю на все эти файлы соответственно на все стыки между ними этот стандартный аудио переход длиной в два кадра для того чтобы создать вот такой плавненький переход незаметный тем самым мы сглаживаем как бы вот эти шероховатости и концы наших аудио файлов мы делаем их более такими пока ты мне потому что по умолчанию если мы используем просто аудио файл вот так вот вырезали кусок вставили у нас вот такая штука получается вот здесь момент звука вот тут момент тишины и мы этот переход слышим мы слышим вот этот щелчок перепад и уже видео выглядит некачественно соответственно мы эти все стыки концы до переходы делаем вот такими плавными и мы не слышим как начинается и как заканчивается аудио переход все выглядит максимально естественно просто звук появляется и плавненько заканчивается вот такой метод который подходит идеально для монтирования интервью например когда у вас вы в течение например часа нарезайте 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 вот такую колбасу затем просто как я уже показал control a control shift d и применили на все это аудио переход разом и все у вас звучит абсолютно прекрасно надеюсь вам это видео было полезно подписывайтесь на канал ставьте ему лайки пишите мне комментарии также добавляйтесь ко мне в социальные сети на этом не прощаемся до следующего видео пока а а